Вообще-то никаких правил составления текста не существует, кроме грамматических, разумеется. Читайте побольше книг, копайте познавательную информацию в интернете, слушайте свое сердце, напрягайте свой разум, придумывайте свои собственные фишечки, и вам всегда будет, что рассказать своей аудитории. Хотя, надо сказать, что высокие технологии позаботились о тех, кто что-то сочиняет, точно даже конструктивно. Вот послушайте, что на помощь писателям пришло в эпоху пост-постмодернизма и развития высоких технологий. Существуют такие программы, с помощью которых любой текст можно создать мгновенный. Из когда-то созданных набросков на бумаге, каких-нибудь заметок на салфетках, постов в соцсетях. В общем, из любого ссора, перенесенного в цифру. Ссора, конечно, в кавычках имеется в виду. Есть такая поэтическая фраза у Ахматовой. Если бы вы знали, из какого сора возникли ее стихи. Но имейте в виду, что писатель, конечно же, пишет, он, конечно же, сочиняет. Каждый писатель сочиняет в своем стиле и своим слогом. Это как, наверное, отпечатки пальцев. У всех разные, так и писатели абсолютно все, конечно же, разные. Иногда читаешь какую-то книгу, и в ней видишь, что там несколько авторов. Потому что, наверное, слышали такие литературные рабы. Потому что слог у всех разный. Как бы не подражало, все равно заметно, что разные люди писали. Так вот, вот такие вот программы, созданные в помощь писателям. Этими программами уже давно пользуются современные профессиональные писатели и акулы-пера. То есть журналисты, средств массовой информации. В них достаточно разместить цифровой текст. А все остальное программа сделает сама. И даже добавит что-нибудь от себя. Вот одна из программ я скриншот сделала. Можете посмотреть. Вообще-то это программы англоязычные, как правило. И, конечно же, не бесплатные. Есть какие-то бесплатности, но и на русский переведенные. Но это все, конечно, так с очень слабым функционалом. Вот такие вот навороченные очень, видите, как много там вкладок и возможностей. Колоссальное количество этих программ. Да даже и сам текст эта программа может набирать сама, конвертируя его в цифровой формат с голоса рассказчика. То есть вы можете текст наговаривать. Ведь она, эта программа сама, таких программ встроено сейчас очень много. Например, в айфоне есть, есть телеграм-канал, например. Ну и очень во многих еще, где с голоса записывается речь. А дальше программа отформатирует этот текст, проверит на грамотность, подберет шрифт, добавит какие-нибудь графические вставочки, сохранит нужные ссылки. И, мало того, в ней можно настроить автоматическую подсветку веб-страниц в зависимости от времени суток. Кроме всего прочего, она также позволяет создавать шаблоны с сюжетными зарисовками, записывать сопровождающее аудио, создавать и хранить тематические изображения для печатного произведения. И текст для видео тоже можно заготовить в таких программах. Вносите туда какой-то текст, и там происходит такое вот форматирование стройного, выверенного, грамотно подобранного, составленного текста. Я, конечно, не буду вам рекламировать эти программы. Любая реклама стоит денег, как вы знаете. Ну и вообще-то не входят в мои планы, поскольку я, в общем-то, не об этом. Я просто сейчас вам рассказала о том, что вам может быть в помощь. Вы сами можете набрать в поисковике программу для написания книг или в помощь писателям, вот так можно еще спросить, в поисковике, и вам интернет найдет в море разливанное ссылок на эти софты. Как выбрать тему для поста? Вот интересно, очень интересный вопрос. Так же, как текст долго и мучительно думаем, с чего начать, так и саму тему не так-то просто, и найти востребованную тему можно посмотреть в Яндекс.ворстат. Что это такое? Вводите в поисковике Яндекс.ворстат, переходите на эту страницу, там увидите поисковую строку, в нее вводите ключевое слово или несколько слов, в зависимости от того, что вы придумали, если это фразеологизм, например, устойчивое понятие или выражение, и смотрите, какое количество запросов в день на эту тему фиксирует поисковик Яндекса, в данном случае. Если совсем мало, то смысла писать об этом я не вижу. Зачем терять драгоценное время? На то, что никого не интересует. Ну, а если много, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч запросов, и даже миллион, как видно на этом скриншоте, то тут уж сам Бог велел спрячься в работу и основательно разработать, буквально погрузиться в эту тему и ждать дивидендов, благодарных посетителей вашего сайта, потенциальных ваших подписчиков или клиентов, если у вас есть, что им предложить. Вот такая программа, дерзайте, очень полезная. А где брать информацию для статей и видеороликов? Вот вы тему придумали. Всё хорошо. А саму информацию, чтобы эту тему развернуть, можно находить вот здесь. Информационные агентства в интернете. Если у вас новостной блок, например, берите информацию отсюда. Любая информация о каких-либо событиях или происшествиях поступает в информагентство из пресс-центров, правоохранительных органов и властных структур. Все известия о конкретных неординарных событиях, дорожно-транспортных происшествиях, стрельбе на улицах или смерти важного лица стекаются туда, в информагентство как первоисточник всех видов СМИ. Материалы здесь обновляются круглосуточно. Кстати, чем раньше, если вы серьёзно этим занимаетесь, вы нырнётесь к этой информации, тем быстрее вы с этой информацией в собственном изложении появитесь в эфире. В России самыми крупными авторитетными информационными агентствами являются Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК, Росбизнес Консалтинг, Спортком и другие. Эти агентства были раньше только агентствами, сейчас они все имеют своё представительство в виде изданий, интернет-изданий. Но с начала, вот с самого утра, как можно раньше, туда поступают, стекаются прям все сведения, такие вот сухие, конкретные факты, 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 факты. А дальше уже их разбирают и облекают какую-то уже форму статей. Ну и в зависимости от того, кто пишет, такая статья и получается. Есть очень популярные блогеры и журналисты в этих изданиях у всех на слуху. И это значит, что у них оригинальные тексты, оригинальные мысли, много всевозможных фишечек, оборотов, тропов так называемых, которых мы уже разобрались с вами. В общем, можете помониторить и эту тему, посмотреть, как люди пишут. Документы. Это ещё один источник информации. К изучению документов журналист прибегает для проверки любой полученной из каких-либо источников информации. Только проверенную информацию журналист может опубликовать. Блогеру я тоже советую всегда перепроверять информацию, чтобы не вляпаться, так сказать, в какую-нибудь неприятную историю. Так что проверять информацию даже нужно из нескольких источников на всякий пожарный случай. Настоящим клондайком для журналиста является интернет. Здесь можно откопать любую информацию. Достаточно только иметь базу сайтов, которым можно доверять. Или уметь подбирать ключевые слова по разрабатываемой теме. И по этим ключевым словам находить информацию. Кстати сказать, в интернет, в агентствах есть подписки. Они стоят денег, конечно, но если вы серьезно займетесь этими вопросами и будете вести такой вот серьезный сайт или канал, то можно и потратиться, и подписаться на получение какого-то пакета информации в зависимости от стоимости. Ну и за подробностями ныряйте на мой сайт. WebJournalist Club. Это мой сайт. Я уже вам показывала его. Вот, например, о репортаже, часть вторая. Можете, внизу здесь перечислены все статьи. Можете, конечно же, перейти на часть первую, там почитать. В общем, поглавление тут есть. Я подробно не хочу останавливаться на этом, потому что по сути я вам коротенько так тезисно и я вам все сказала. За подробностями, конечно же, если вас это интересует, можете сюда нырнуть и какое-то время потратить на изучение. Вот тут о новостной журналистике. Предлагаю вам ссылочку. Что такое новостная журналистика? Пожалуйста, читайте. На этом пока все. Переходите к следующему уроку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»